Здравствуйте! В эфире информационная программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. Коротко о главном. В Клепиковском районе нефтепродукты попали в водоохранную зону. Около 10 мостов Рязанской области оказались затоплены водой. Сотрудники МЧС исправляют ситуацию. Лучшие студенты Радиотехнического университета получили награды. И сплав по городской реке на Рафте. Обо всем в нашем выпуске. В Клепиковском районе случилась авария на магистральном нефтепродуктопроводе, в результате чего произошел разлив топлива в близлежащий водоем. На месте происшествия побывала Алена Куколева. В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов задействованы около 50 единиц техники и более 100 сотрудников компании «Транснефть». ЧП произошло 18 декабря в районе деревни Уткино в Клепиковском районе. Причина – незаконная врезка. Криминальная врезка устранена в 7 утра 19 декабря. Продуктопровод «Новка Рязань» работает в штатном режиме. В настоящее время идет работа по ликвидации последствий розлива. Черезчайной ситуации нет. Специалисты ведут очистку. На месте в течение всего дня работают представители Росприроднадзора. Проверку по данному факту проводят сотрудники природоохранной прокуратуры. Дизельное топливо в объеме примерно 9 тонн поступило на рельеф местности. В настоящее время представителями Росприроднадзора отбираются пробы почвы. Министерством природопользования, в свою очередь, отобраны пробы воды для установления факта загрязнения и в дальнейшем расчета ущерба, причиненного данным объектом окружающей среды. Чтобы не допустить дальнейшего разлива нефтепродуктов и их попадания в реку, ручей Переустка сотрудники Транснефти перегородили специальными бонами. Шесть устройств поставили в день аварии. И еще два сегодня. Установлены шесть рубежей задержания и локализации продуктов. Объем предположительного выхода 9 кубических метров. Устраним срок до 25 декабря. Из-за личной наживы на краже топлива, который составляет несколько тысяч рублей, ущерб наносится колоссальный. За прошлый год хищение топлива прямо из трубопровода произошло более 50. Это данные по Московской области. Нередко незаконные врезки приводят к разливу нефтепродуктов. А любители легкой наживы становятся не только похитителями, но и виновниками в причинении ущерба окружающей среде. По закону, таким преступникам грозит до шести лет лишения свободы. Какими будут последствия этой аварии, зависит от оперативности специалистов в транснефти. Они обещают закончить работы по ее устранению в кратчайшие сроки. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Каждый день люди, готовые рисковать своими жизнями ради спасения других, находятся на боевых дежурствах. Даже в свои законные выходные они должны отбросить все дела и в течение часа приехать к месту происшествия, если ситуация требует дополнительных сил и средств реагирования. В преддверии Дня спасателя, который отмечается в России 27 декабря, наша съемочная группа побывала на боевом дежурстве сотрудников пожарной охраны. После поступления сигнала на пульте дежурного в пожарную часть номер 2, расположенную на улице Горького, огнеборцы меньше, чем за минуту, собрались и выдвинулись в путь. На этот раз, днем, 18 декабря, вызов оказался ложным. В детском саду, расположенном в Дашково-Песочне, сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось, в здании решили организовать проверку оборудования, перед этим не предупредив пожарных об этом. Вы предупреждаете? Здравствуйте. Работаете по пожарной безопасности? Конечно, ладно. Надо звонить. Надо звонить. Сначала звонить. Мы в курсе, да. Потом срабатывать. Потом выгнать. Они на банк. Что бы ни случилось, пожарные, они же спасатели, готовы сразу же прийти на помощь. 1 января 2002 года почти 300 тысяч сотрудников Государственной противопожарной службы вошли в состав МЧС России. С тех пор в функции огнеборцев входит и проведение аварийно-спасательных работ. Каждая часть нашего города имеет лицензию, так называемый допуск на проведение аварийно-спасательных работ. Каждый сотрудник нашей части аттестованный спасатель, который подтверждает, защищает свою квалификацию раз в три года. По словам самих спасателей, за последние годы структура МЧС получила большое развитие. Повысилась социальная защищенность сотрудников. Государство выдает им премии и квартиры. И, конечно же, все чаще происходит смена парка пожарных автомобилей. Этот красавец только недавно появился в Рязанской пожарной части. Машина предназначена в большей степени для ликвидации последствий аварийных ситуаций на дороге. На каждой пожарной машине у нас есть гидравлический инструмент, с помощью которого режутся машины, вытаскиваются пострадавшие, есть носилки специальные, для вскрытия дверей специальное устройство, для поднятия автомобиля, если они перевернулись. Для вскрытия металлических дверей при пожарах в жилых домах чаще всего используется бензорез. Этот же автомобиль оснащен и всем необходимым для тушения возгорания. Его можно подключить к пожарному гидранту. Собственная цистерна для воды здесь небольшая. В отличие от этого КАМАЗа, который принимал участие в том числе и в тушении лесных пожаров в 2010 году. Так что в зависимости от ситуации из шести различных автомобилей, пожарные этой части выбирают наиболее подходящий и выдвигаются на место ЧП. В зависимости от ранга пожара на место могут съехаться десятки автомобилей. Одним из объектов повышенного внимания, который находится на охране этой пожарной части, является драмтеатр. На драмтеатр у нас пожар номер 3. Это будет 16 цистерн, 4 автолестницы, автомобиль газодымозащитной службы, автомобиль штабной и привлекаются спасатели городские и областные наши. Так что в случае спасения драматического театра будет задействовано как минимум 100 человек. При этом каждый из сотрудников МЧС является крепким духом, человеком. Спасатели – очень организованные люди, умеющие четко и грамотно выполнять свои функции. За это их ценят не только население, но и государство. К примеру, Виталий Болонин в 2006 году получил награду от правительства Рязанской области за спасение погибавших. Пожар произошел в ТОП-диспансере, горел регистратур, было сильное задымление, и я спасал дежурного врача по автолестнице с четвертого этажа здания, за что и получил данную награду. И таких людей в нашей области достаточно много. А пока город живет без пожаров и аварийно опасных ситуаций, сотрудники пожарной охраны не сидят на месте. 18 декабря они провели проверку нескольких социально значимых объектов. В преддверии новогодних праздников нами проводятся мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов, где будут проводиться елки с массовым пребыванием людей, детей. Вот именно в данный момент было проведено обследование кинотеатра «Октябрь». Пожарные спасатели проверили исправность пожарных гидрантов, расположенных рядом с объектом, работу эвакуационных выходов и пожарных кранов в самом здании, а также провели противопожарный инструктаж с руководством объекта. Анна Герцовская, Роман Вихров, телекомпания «Город». В результате выпадения обильных осадков на территории Рязанской области произошло подтопление восьми низководных мостов. В связи с этим главным управлением МЧС России по Рязанской области была спланирована работа лодочных переправ. Открыты объездные пути. Три затопленных моста расположены в Сапожковском районе вблизи деревни Красная Яблонька, деревни Ширина и скид Свято-Данилова монастыря. Также подтопления произошли в Скопинском, Ряжском, Старожиловском и в Путятинском районах. В населенных пунктах проезд автотранспорта, к которым приостановлен жизнеобеспечение, население не нарушено. Организовано дежурство пожарных расчетов, добровольных пожарных команд, скорой медицинской помощи и сотрудников полиции. Спланирована работа социальных работников и других специалистов. Для контроля за обстановкой работают оперативные группы. Главное управление МЧС России Рязанской области работает в повышенной готовности. По предварительному прогнозу, в ближайшее время ожидается похолодание и уменьшение осадков, что будет способствовать стабилизации обстановки. Российских водителей вскоре обяжут надевать одежду со светоотражающими элементами при остановке за городом. Правительство России внесло изменения в правила дорожного движения. Документы опубликовали на сайте Кабмина. Постановление вступит в силу через 90 дней после опубликования. Ну а пока в социальных сетях идет активное обсуждение нововведения. Некоторые пользователи отмечают, что неплохо было бы применить эту норму и к пешеходам. Недостаточное освещение, плохие погодные условия приводят к увеличению числа аварий с их участием. За 11 месяцев текущего года на территории Рязанской области зарегистрировано более 400 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в результате которых 50 человек погибли и более 300 травмированы. Нерегулируемый пешеходный переход, несомненно, является местом повышенной опасности, особенно в темное время суток. Именно в этом, обозначенном специальными знаками и разметкой месте, происходит пересечение транспортных и пешеходных потоков. И именно в этой зоне участники движения, как пешеходы, так и водители, часто совершают ошибки, которые порой стоят им жизни. Так, в текущем году в регионе зарегистрировано 135 аварий на пешеходных переходах, в которых 8 человек погибли и 132 получили травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекция напоминает всем водителям, что согласно правилам дорожного движения, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих в проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода. При этом пешеходам не стоит забывать, что и они являются полноправными участниками дорожного движения, которым также следует соблюдать правила, а именно переходить проезжую часть только в установленных местах, при этом оценивая скорость и расстояние до приближающегося автомобиля, а также дорожные условия. Не следует пренебрегать и использованием средств пассивной безопасности, а именно световозвращающими элементами. Их использование поможет быть заметнее на дороге. В обычной ситуации видимость на дороге в темное время суток не превышает 30-50 метров. Использование же таких элементов позволяет увидеть пешехода при ближнем свете фар со 150 метров, а при дальнем с 300-400 метров. Также сотрудники госавтоинспекции просят водителей быть внимательными и заблаговременно снижать скорость при проезде участков дороги, где расположены остановки общественного транспорта, образовательные учреждения, торговые центры или места массового скопления людей. А пешим участникам дорожного движения нужно помнить, что при переходе проезжей части следует предпринять все действия, чтобы переход был безопасным. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани у спортивного комплекса «Олимпийц» прошла специальная тренировка, на которой была отработана слаженность действий полицейских подразделений при пресечении массовых беспорядков. По замыслу учений, беспорядки с участием большого количества людей возникли из-за стычки хулиганские настроенных болельщиков, пришедших на стадион на футбольный матч. Для пресечения массовых беспорядков у спорткомплекса «Олимпийц» оперативно был собран мобильный отряд рязанской полиции, состоящий из представителей всех территориальных органов внутренних дел на районном уровне. Также на место прибыло специально созданное для пресечения массовых беспорядков подразделение. 5-я рота отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции МВД России по Рязанской области. Сотрудники 5-й роты прошли специальную подготовку, экипированные защитным снаряжением. Перед началом активной части тренировки руководители проверили экипировку сотрудников отряда, а также знания положений законов и инструкций, регламентирующих деятельность полиции в подобных ситуациях. Затем руководство и сотрудники 5-й роты продемонстрировали мобильному отряду рязанских полицейских, как обращаться с защитными щитами, применять резиновую палку, а также обучили отряд строевым приемом, необходимым при противодействии агрессивно настроенной толпе. Далее был отработан весь комплекс задач, заложенных в легенду тренировки. Молодые сотрудники полиции выступили в роли хулиганов, которые пытались вырваться с площадки перед стадионом в город и устроить массовые беспорядки. Сотрудники мобильного отряда и 5-й роты отдельного батальона ППСП применили шумовую атаку, слаженными действиями блокировали толпу, вычленили зачинщиков и прекратили хулиганские действия. Руководство МВД России Призанской области положительно оценило слаженность действий полицейских по пресечению массовых беспорядков. Незаконная утилизация отходов – словосочетание, звучащее в СМИ крайне часто. Нарушения в этой области встречаются сплошь и рядом и нелегально избавляются от остатков деятельности как крупные производства, так и небольшие предприятия. Но ущерб для здоровья простых людей, опасности для жизни представляют ровно и те, и другие. Надзорные органы регулярно выявляют подобных нарушителей. В ходе осуществления прокурорского надзора в иссекшем периоде 2017 года САСовской межрайонной прокуратурой выявлялись нарушения исполнения требований законодательства в области обращения с отходами животноводства, а также законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе в указанной сфере. В территории САСовского района Рязанской области были выявлены два предприятия сельхозтоваропроизводителя, осуществляющие деятельность по растеневодству и животноводству. Предприятия относились к третьему классу опасности. В процессе их деятельности образовались отходы с третьего по четвертый класс опасности, а именно отходы животноводства, отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветоши, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Другие агрегаты и узлы. Данные отходы в нарушении законодательства складировались возле ферм. В ходе проведенной проверки установлено, что паспорта отходов не разработаны. Не разработан проект санитарно-защитной зоны для предприятий. В этой связи межрайонной прокуратурой в суд были направлены исковые заявления с целью устранения выявленных нарушений. Отличник, исследователь, спортсмен. Одним словом, лучший студент. Именно такой медалью каждый год награждают отличившихся студентов в Радиотехническом университете. Подробнее о мероприятии расскажет Валерий Седов. При должном старании награду лучший студент может получить любой. В этом году учащиеся Радиотехнического университета получают медаль в пяти номинациях. Общественная деятельность, учебная, научная, культурная и спортивная. Что примечательно, чтобы получить заветную награду в любой из областей, нужно иметь средний балл не ниже четверки. Поэтому студентам нужно усердно работать. А труды их поощряют каждый год. Одна из основных задач ВУЗа – это эмоционально-психологическое воздействие на аудиторию. Это касается и лекций, это касается и такого рода мероприятий, которые мы проводим сейчас. Это эмоциональный и психологический заряд, очень позитивный, который стимулирует молодых ребят на активность. Это самое главное. Максим Шевяков получил награду как лучший спортсмен. Максим – член сборных по плаванию, легкой атлетике и палеотлону. К тому же он участвовал во всероссийских чемпионатах, а также боролся за Кубок Европы. Однако со всеми своими наградами себя, как такового, Максим примером для других не считает. Да, может быть. Но, опять же, пример в спорте. Но на одном спорте в нашем университете зацикливаться нельзя. То есть надо все сочетать. Соответственно, и хорошо учиться, и успевать заниматься спортом, и, соответственно, заниматься на уровне. Но в плане спорта – да. В плане учебы я, как обычный студент, учусь хорошо и по обычной успехе. Олег Пирогов стал лучшим студентом в общественной деятельности. Он – командир студенческого энергетического отряда «Потенциал», который занимается работой в энергосетевом комплексе. Своё лето отряд провёл на подстанциях Рязанской области. Знаете, я смотрю с перспективой на то, что я получил эту медаль. И это говорит о том, что нужно продолжать работу в том же духе, чтобы не ударить в грязь лицом перед своим товарищем, перед руководством, которое рассмотрел мою заявку и приняло решение о том, чтобы меня наградить. Медалью «Лучший студент в общественной деятельности» наградили и комиссара отряда «Детский звёздный». Вот уже несколько лет ребята ходят зимой в походы на каникулах по детским домам и интернатам Рязанской области. Студенты привозят им целую новогоднюю программу. И пока в актовом зале полным ходом идёт награждение лучшего студента, в холле проходит благотворительная ярмарка. Её цель – собрать денежные средства и купить подарки к Новому году детям из детских домов. Они всегда рады нас видеть. Они заранее нам пишут письма, которые кладут в почтовый ящик. То есть от них мы ощущаем тепло. Ну, чувствуешь вот это вот, то, что ты им нужен. Этой зимой студенты отправятся в 46-й звёздный поход по Рязанской области и посетят три детских дома и школы-интерната. Ну, а после каникул студенты радиотехнического университета продолжат покорять образовательные, научные и спортивные вершины. И будут уверены, что любой вклад, который они внесут в жизнь университета и города, не останется незамеченным. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Рязанскому обществу охотников и рыболовов исполняется 120 лет. К юбилею любители охоты подготовили выставку. Она рассказывает о древнейших занятиях человека. Продолжит Ирина Ковалева. В далёком прошлом охота помогала нашим предкам выжить. С её помощью они добывали пропитание, боролись с холодом. Со временем это занятие перестало быть первостепенным, однако оно осталось в жизни людей и сохранилось до сегодняшнего дня. Первое Рязанское охотничье общество было создано 120 лет назад. Именно его истории посвящена выставка, открывшаяся в Рязанском Кремле. Её экспонаты рассказывают об истории охоты и рыбной ловли, начиная с первобытных времён. Здесь можно увидеть предметы, найденные в ходе археологических раскопок, чучело животных, картины на тему охоты, охотничий инвентарь. Одним из самых ценных экспонатов является книга «Царская охота на Руси», предоставленная научной библиотекой Рязанского Кремля. Нам пришлось купить новое её переиздание, потому что книга была, в свою очередь, издана в четырёх томах. У нас только четвёртый том, к сожалению. В четырёх томах её купить очень сложно, она очень дорогая. И вот мы читали как раз то, что писал автор Кутепов об охоте по поручению Александра Третьего. Он поднял весь период охоты, начиная с Древней Руси до Александра Второго. К сожалению, книгу свою завершить не успел. Четвёртый том был последним и заканчивается царством Александра Второго. Некоторые из предметов, представленных здесь, выставляются впервые. Например, охотничьи ружья и рок девятнадцатого века. Ну а многие экспонаты были переданы музею самим Рязанским охотничьим обществом. Рязанские охотники очень инициативные люди. Оказывается, в обществе работают несколько секций. Одна из них занимается охотничьими собаками, другая – стрельбой, третья – рыболовством. У нас потому что выставка не только об охоте, но ещё и о рыбной ловле. Они представили свои награды, кубки, потому что они участники многих соревнований разного ранга и часто бывают в них победителем. На сегодняшний день Рязанское охотничье общество насчитывает около 10 тысяч членов, 25 охотхозяйств, более 2 миллионов гектаров земли. Ну а главная его цель – отнюдь не уничтожение животных, а сохранение популяции и природы в целом. Недаром раньше это объединение называлось обществом правильной охоты. На открытии выставки присутствовало много охотников. Так Александр Холопов пришёл сюда вместе с внуком, которого он тоже приобщает к охоте. Сам же Александр охотиться начал ещё в далёком 72-м году. Он говорит, что охота для него – это главным образом не убийство животных, а общение с природой. Иногда даже и не стреляем. Если я вот вижу, что выстрел не принесёт никакой удачи или просто может подранить дичь зверя, я стараюсь даже не стрелять. Узнать всё о прошлом и настоящем охоты, познакомиться с деятельностью рязанского охотничьего общества и просто получить удовольствие от созерцания действительно красивых и ценных экспонатов. Всё это вы сможете сделать на выставке «Зовёт нас предков первобытный клич». Работает экспозиция в певческом корпусе Рязанского Кремля. Ирина Ковалёва, Роман Вихров, телекомпания «Город». Жители центральной части России более недели вынуждены терпеть капризы погоды. Плюсовая температура побила все возможные максимальные значения более чем за 100 прошедших лет. В Рязани дождь не прекращается с пятницы, однако некоторые люди всё-таки извлекают из такой погоды пользу. В субботу рязанские рафтеры устроили сплав по реке Павловка в районе Московского шоссе. Найдя удобное место на водоёме, напоминающее порог горной реки, молодые люди несколько раз подряд съезжали по этому спуску, что запечатлели на видео. По всей видимости, вновь и вновь поднимались они вверх по реке, выходя на берег, поскольку сильное течение не позволяло им забраться на аттракцион в плавь. Вот так встречают рязанцы окончание первого зимнего месяца. Вместо снега весь город затоплен водой. Так почему бы не воспользоваться этим? Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте. До встречи. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция. Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже. Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok